Остерегаться — это надо любого религиозного объединения, где есть контроль, тотальный контроль за личной жизнью. Используется нейролингвистическое программирование. К примеру, 4 плюс 1 — это, к примеру, вы стоите на остановке, я миссионер. Подхожу к вам, паспортная погода, я вам говорю, паспортная погода, вот, соглашайтесь. Потом вы говорите, что-то автобуса долго нет? Вы говорите «да», 4 раз скажите «да». Это нейтральные вопросы, не касающиеся религии. Пятый вопрос будет важный, он будет касаться именно религии. Он скажет «а вы знаете, Бог хотел, чтобы было так». И вы скажете «да». Потом идёт 3 плюс 2 — 3 нейтральных вопроса и 2 про Бога. И последние 5 вопросов — это 1 нейтральный вопрос и 4 про Бога. Человеческий мозг состоит из двух частей. Вы повторяя, постоянно говоря «да», 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 «отключаете критическое мышление», где вы полушария. И после этого идёт зомбирование. Вас приглашают в свой храм, вы туда приходите, там идёт вторая стадия — бомбардировка любовью. И далее идёт эмоциональные качели. В течение часа начинают читать очень долго, нудно. От этого начинает болеть голова. Выходит харизматичный лидер и начинает говорить. На языке ангелов говорят. Это говорит арабарщина, к примеру. «О, щекротасе, мартасе, приди, дай, дар, 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 дар». Вы запомнили, приди, дай денег. Именно вот через этот арабарщин, как они говорят, красивый язык ангелов, и человек идёт, даёт деньги. И очень большие деньги даёт. Лидеры используют своё влияние на адептов, чтобы завладить движимым и недвижимым имуществом. Если в религиозном объединении контролируют своих адептов, надо бежать с этого религиозного объединения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова